Здарова, ребят! Это у нас такая игрушка, как Clash of Clans. Хотел бы я сегодня немножко поиграть на моём основном аккаунте, миксом, который я повзаимствовал с зарубежного ютуба. Честно говоря, у кого точно не помню, но это в принципе не особо-то и важно. Насколько я понимаю, данный микс заточен под то, чтобы ломать таунхуллы десятые на одну-две звезды. Что из этого получится? Сегодня, друзья мои, мы с вами и посмотрим. Ни одной атаки данным миксом я ещё не провёл, поэтому, ребят, давайте поспешим. Ставлю ролик на паузу, нахожу первую подходящую для меня базу в поиске, ну и вновь подрубаю запись. Ну что, ребят, собственно, первая база, на которую мы с вами будем нападать, она не особо жёсткая, потому что, блин, ну, первая атака, надо бы размяться. А как мы видим, это таунхулл десятый, довольно слабенький, ну и в принципе, как я уже сказал ранее, для первого нападения подойдёт более чем. Собственно, что и как я тут хочу делать. В общем, дракончики мне нужны чисто для зачистки территории, ну и набития процентов. После этого пойдёт у меня камень из крепости клана, и, соответственно, валькирии с героями должны будут сделать основную задачу. Что из этого получится, давайте посмотрим. Собственно, беру и потихонечку начинаю скидывать дракончиков, чтобы они, конечно же, как вы понимаете, чистили местность. Ну и набивали, так сказать, халявные проценты, поэтому, ребят, давайте этим и будем заниматься. А парочку дракончиков я, конечно же, на всякий пожарный оставлю. После этого, пацаны, смотрите, значит, что я делаю. Я беру, скидываю, допустим, вот тут вот стен обоев, трёх должно хватить, да там двух даже, наверное, хватит с головой, чтобы пробить этот слой забора. И после этого добрасываю ещё именно оставшихся бомберов, которые сейчас должны будут добить, как вы понимаете, оставшийся забор. Прекрасно. После этого докидывается, получается, камень, который пойдёт на его пушечку. Но это не столь страшно, потому что мы с вами сейчас берём и всех наших валькирии закидываем чётко в центр. Туда же выдаём, получается, баночку рейджа, баночку джампа дам сюда. Давайте также докину двух наших героев, соответственно. Вот это вот дело можно попробовать подморозить, хотя нафига, если все валькирии померли? Не знаю, ничего страшного. Несмотря на то, что мы довольно криво сыграли, здесь всё равно будет получено две звезды, потому что это довольно слабенькая база. Боже мой, я что-то не особо понял, как я так хреново сыграл, что прям вообще кошмар. Не, ну очень радует то, что реально база слабенькая, и поэтому двушку мы здесь, ну, в любом случае выбьем. Несмотря на то, что атака очень роковская, парни, прям, ну, жесть какая роковская. Потому что у нас ещё немножко колдунов, у нас ещё не прожатая королева. А вот я её, соответственно, прожимаю, она уносит у него теслу, она уносит у него пушку, ну и двушка получена. Боже, какая реально кривая атака. Я прям вообще сам себя не могу, ну, в принципе, ладненько. Не столь страшно? А знаете что, друзья мои? Наверное, вторая баночка рейджа здесь будет лишняя, потому что периодически реально нужно сделать так, чтобы твои юниты подхилились. И поэтому, ребят, скорее всего, в следующую атаку вместо второй банки рейджа я просто возьму и с собой прихвачу банку хилу. И получится все четыре заклинания, которые можно таунхолу девятому взять, у нас будут фигурировать. То есть, хил, рейдж, фриз, джамп. Всё, больше как бы мы взять с собой не можем, то есть, полный набор, как говорится. В общем, как итог, несмотря на то, что атака вышла очень кривая, валькирия я потратил чисто ради того, чтобы снести у него таунхол, двушку мы получили. Согласен, очень криво, через задницу, но получили. Поэтому, ребят, смотрите, что я делаю теперь. Три рейджа вообще сварил, бог ты мой. Куда мне три? Мне двух-то много, а тут три. Джамп, так, и срочно, значит, ребят, дозаказываю хил, а удаляю отсюда баночку поизона. И, соответственно, просто-напросто ставлю на быструю тренировку данный микс. Вы только гляньте, сколько он стоит. 355 кассиков элика и полтора куска черного. Очень дорогой микс, но, ребята, ради сегодняшнего выпуска, ради того, чтобы посмотреть, что он из себя представляет, потратиться, конечно же, я готов. Ладно, друзья, мое время ваше тогда за тебя делать не буду. Как только в мою крепость клана, соответственно, придет еще один камень, а как только противник будет найден, я, конечно же, вновь подрублю запись. Такс, парни, несмотря на то, что я сегодня планировал целый выпуск нападать на таунхолы десятые, такое мне реально пропускать, ну, не хочется. Хотелось бы запечатлеть, так сказать, в выпуске, ну, и, соответственно, посмотреть, получится ли с данным миксом, опять же, на этой базе, ну, либо хотя бы просто пофармить, либо, допустим, выбить двушку, что-нибудь из этого. Давайте, соответственно, глянем, что же у нас получится сделать. Собственно, скидываю дракончик тут, а скидываю дракончик тут. Так, так как мы почищаем местность после этого камень, получается, сюда. Давайте, доброшу еще здесь немножко дракончиков. После этого подожду еще одного выстрела мортиры. Так, давайте. А, ну, этого выстрела нам ждать явно не стоит. Окей, тогда просто сейчас попробую как можно скорее пробить забор. После этого выкину своих валичек, выкину своих героев в эту местность. А тут, наверное, буду выдавать баночку джампа. Первый поезд ляжет на короля. Не знаю, зачем я его кидал, если он, считайте, и так помер. Ну, в принципе, ладно, не суть. А, соответственно, хил. Туда же, наверное, сейчас полетит рейдж. Давайте я немножко подожду момента, соответственно, подходящего. Ну, и как мы видим, ребята, да, рейдж здесь, я думаю, будет довольно полезен. Так как там довольно весомый такой урон по нам прилетает. Так что я решил, соответственно, там его и скинуть. Давайте дам здесь маленького дракончика. Прожму короля, скину еще дракончика тут. Таунхул у нас валькирии забрали уже. Это, в принципе, просто прекрасная новость. Так, ребятули дракончиков я буду скидывать, конечно же, по ситуации. В идеале их давать в те места, где ПВОшек, как мы с вами понимаем, нет. У меня еще присутствует баночка фреза. Ее тоже, как бы, если получится, в идеале можно было бы заюзать. Ну, блин, даже не знаю, где бы такую ситуацию реально идеальную найти, чтобы она легла просто прекрасно. Поэтому давайте будем, соответственно, просто продолжать наблюдать за тем, что происходит. Собственно, ПВОшечку там снесли. Дракончик там у нас еще жив. Так, ребята, не забываем, у нас присутствует, собственно, фриз. Кстати, знаете, что меня смущает? То, что я беру с собой колдунов и их практически не юзает. Как-то не особо правильно, я считаю. Так, Пушечка, быстрей, пожалуйста, ломайся, а то там королеве нашей люлей дофигищи навешают. Так, ребят, пока вроде как довольно неплохо все протекает. Так, так, так. Так, я, соответственно, наблюдая за происходящим, жму королеву прямо сейчас, забираю у противника Теслу, как мы с вами видим, тут кидаю баночку фриза, соответственно, чтобы у нас юниты жили тут, кидаю дракончиков, чтобы они повпитывали урон. Вместе с колдунами королева ломает у меня его ПВОху. Прекрасно, парни, просто прекрасно. И мы вывозим. Да, мы вывозим эту базу вообще на три звезды. Вот это поворот. Вообще не ожидал того, что получится трешка. Вот тут я как бы на двушку не особо рассчитывал, но все-таки, парни, получилось. Здорово. Я очень доволен этой атакой остался. Прям вообще шикарно. Новым миксом. Второй атакой. Этим самым новым миксом. И сразу же трешка. Да, согласен, заброшка. Но, парни, деф-то. Деф-то хороший, фулловый. Здорово. Я доволен. Микс пока мне очень нравится. Ну и, соответственно, мне очень хочется пойти в еще одну атаку, но перед этим, конечно же, покрасить немножко забора. Вот буквально две штучки мы и сможем сделать, поэтому я уже это и сделал. Все, парни. Тогда теперь точно ставлю на паузу. Жду, пока найдется еще один противник, соответственно, перед этим. А камень должен будет ко мне в крепость клана заглянуть. Ну и встретимся, получается, в нашей третьей атаке. Такс, ребят. Нашел тут вот такенную десятку. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, что же против нее у меня получится сделать. Как обычно, сначала зачищаем местность дракончиками. Скидываю первого сюда, второго сюда, а третьего, допустим, сюда. А также не забываем по этой стороне еще пройтись. Это очень важно, соответственно, ребята. Все вроде как пока протекает очень даже ничего, но, по крайней мере, я доволен. Так, еще скину одного тут. А тут можно дать чисто колдуна. И еще одного, допустим, вот здесь. Ну и тут. Вот так. Все, отлично. Одного оставлю, как говорится, про запас. После этого, парни, я просто беру, скидываю своего камня сюды, получается. Беру в руки стенобоев, которых дам вот в этой местности. Забор мы тут пробиваем. Король, королева. Соответственно, баночка джампа ложится четенько вот сюда вот. Не забудем про наших с вами валькирий, соответственно, ребятки. Потихонечку сейчас все должно будет довольно неплохо сыграть. Так, я в предвкушении нашего захода. Смотрим, делаю так. Делаю так. Делаю так. А заморозка под рукой. Морозим всю вот эту вот местность. И, ребята, залетаем. Залетаем, залетаем, залетаем. Залетаем просто. Таунхолл минусуйся, пожалуйста. Отлично. Таунхолл минусуется. Двушечка получается. Четко. Я доволен. Просто взял и снес. На двушку. Как хотел. Ничего лишнего. Прекрасно. Даже еще королеву не прожал. Так, ребята, прожму давайте пока что короля. У нас еще осталось целых четыре колдуна, которых мы можем потратить, как нашей душе угодно. Поэтому давайте сейчас будем пытаться по возможности, как говорится, набивать, так сказать, халявные проценты. В чего бы и нет. Так, королева у нас там. Соответственно, давай сейчас я его прожму, чтобы ее скелетики не загрызли. Ну и, скорее всего, парни, 62% это будет тот самый максимум, который мы и выбили с этой базы. Да. Так оно и произошло. Но, в принципе, я очень доволен этой атакой. Заморозка, несмотря на то, что она всего лишь первого уровня, очень хорошо себя проявила. Короче, парни, я остался более чем доволен. Так, знаете, я в чем тут немножко, так сказать, накосячил. Мне не совсем хватило эликсира для того, чтобы полностью заказать этот микс. Поэтому сейчас я беру и дозаказываю маленьких дракончиков. Ну и, соответственно, парни, жду, пока я смогу кинуть запрос на еще одного камня. Жду, пока найдется еще одна база в поиске. Ну и мы с вами отправляемся в нашу последнюю атаку. Ну и, собственно, парни, тогда нашей последней базой на сегодня станет вот такая вот девяточка, с которой я хотел бы вывести, прям, знаете, реально такую веренную двушку. А что из этого получится? Сейчас глянем. Собственно, скидываю, получается, дракончика тут. Дракончика, допустим, 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 тут. После этого можно еще здесь добавить. Здесь, здесь, здесь и здесь. Ну и, допустим, туточки. Все, ништяк. Собственно, после этого мы сейчас будем готовить почву для нашей атаки. Пойду я с этой стороны, где у меня большая часть драконов летает. Ну и, собственно, ребят, давайте. Скидываю камешка, получается, туточки. Позади всего этого дела докидываю колдунов. Именно там, где они совсем справились, получается, у меня товарищи мои вот эти вот, которые дракончиками кличатся. Скидываю короля, скидываю королеву, скидываю, ребятки, валичек, баночку джампа при собачьем где-нибудь тут, собственно. Ну и, парни, залетаем сюда. Так, первый поизон, второй поизон пока, наверное, давать не буду. Собственно, немножко подожду. Так, давайте я второй поизон дам уже прямо сейчас, чтобы его короля как можно быстрее завалить. Так, 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 так. Наблюдаем за тем, что происходит у нас тут с вами, ребятки. Так, так, так. Алло, братан, ты чего? Почему таунхолл? Я не могу у него забрать. Что происходит? Можно уточнить? Давайте рейдж с хиллом скину, что ли? А то что-то как-то все крайне грустно. По-моему, нет, вам не кажется? Что-то все вообще ломается прям как-то прискорбно. Вальки куда-то просто испарились. Как будто их и не было никогда. Все померли вообще так быстро, что я даже не особо понял, а жили ли они. Так, королевы, елки-палки. Зачем я тогда заморозку скинул, раз королеву уже прожал? Не спрашивайте. Да, да, конечно, очень уверенная двушка, прям уверить не придумаешь. Короче, парни, немножко я тут лажанул, но, в принципе, суть от этого не меняется. Это в любом случае две звезды, да, абсолютно с вами согласен, далеко не самые уверенные. То есть можно было бы куда лучше здесь постараться, куда больше процентов набить. Но, в принципе, не то, чтобы меня такой результат устраивает, он далеко не самый плохой. Вот что хочу вам сказать, да и тем более для человека, который этот микс использует в атаке, блин, четвертый раз в жизни. Это четвертая моя атака. Ребята, сегодня все бои абсолютно без вырезок прошли, без склеек и без, соответственно, утаиваний, так сказать, неудачных дублей. То есть вот, парни, сами можете взглянуть. Все атаки, что сегодня я именно проводил, все-все-все я вам показал. И поэтому результатом вот такенным я, соответственно, остался доволен. Короче, ребят, пишите в комментариях, что думаете по поводу данного микса. Хотите что-нибудь еще новенькое, также ставьте свои пальчики вверх. Соответственно, на это я буду свое внимание обращать, ну и, конечно же, опираться. Все, друзья мои, большое спасибо, что смотрели. Дизайте этот микс, он, в принципе, довольно неплох. Всего вам хорошего, трешек, фарма, и увидимся мы с вами совсем скоро в ближайшем будущем на новом ролике Листа Римчанском. Всем, друзья мои, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok